всем привет привет с вами флешка и это женские игры и мы продолжаем нашу рубрику по списку сегодняшний наш пациент это city skyline я вам скажу что я большой любитель городостроительных симуляторов они меня очень привлекают особенно если есть возможность развивать здание и вы можете просто наблюдать как здание превращается 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 в конфетку мне очень это нравится и первое что хотела обратить вам в менюшки я не знаю было ли это стыдно признаться стыдно признаться играла я в нее год назад серьезно все никак руки не доходили для того чтобы позалипать несколько часов потому что я понимаю если я запущу то я наверное пропаду с канала на недельку вот так я умею залипать здесь прикольно что показывает уже дополнительный контент который у вас стоит то есть дополнение которое у вас уже есть дополнение которое можно еще при приобрести и честно признаюсь вот after dark и даже не смотрела блин позор мне вот такой вот давайте начнем новую игру чтобы оценить насколько игрушка юзер-френдли и насколько новичку будет просто освоиться и так с чего мы начинаем с чего мы начинаем мы начинаем с выбора карты у нас кстати такой нормальный выбор карт мы если мы вдруг англичанин и нам привычнее левостороннее движение потому что на дорогах здесь завязано многое это вам не просто дороги вот и давайте что-то выберем красивенькая туманные холмы большая река зеленые равнины не помню на чем черные деревья острова таинственный берег красивенько две реки песчаный пляж алмазное побережье лагуна ну не знаю не знаю меня как-то больше прельщает большая река либо же две реки даже две реки больше нравится очень красиво и так здесь больше ничего не надо настроить подходящая площадь для сооружения 78 процентов водопровод как-то с водопроводом плохо то есть мы переключаемся между вот тенистый берег сесть с водопроводом получше может наверное его возьмем здесь у нас отображается что запасы нефти запасы руды это не сильно меня интересует запасы сельскохозяйственных ресурсов и также запасы лесных ресурсов оки-доки спрингфилд кажется я на нем играла а название города я могу сразу поменять давайте и юизби я назву город так чтобы много букв не использовать начать игру стоимость земли и уровня зданий убедитесь в том что вы поддерживаете стоимость земли соответствующую уровню зданий в противном случае вы потеряете здание то есть если район стал худше хуже то здание которые были дорогие они пропадут у как громко и так нас 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 начинает учить начните с того что продолжить проложите несколько дорог и назначьте вдоль них зоны здания будут появляться в зонах автоматически а по мере роста вашего города вы будете открывать новые здания и городские службы чтобы получить помощь щелкните по значку с вопросом советник поделится информацией об открытом меню или обзоре и так нас прям вынуждают строить дороги я не знаю почему игра идиот можно начать сразу с паузы потому что можешь еще ничего не сделали и где наш участок а это все наш участок чёрт это не очень хорошее расположение честно сказать вам потому что потому что у нас выезд только на эту сторону как все неудобненько то выезд у нас только на эту сторону сейчас есть вот а на эту сторону придется строить дороги дороги наши все ну что же давайте продолжим несколько дорог нам доступны что нам доступно нам вообще ничего не доступно нам доступны только первые шаг эстакады прямая дорога давайте выберем прямую дорогу и протянем ее на три кубика так сказать класс мнение не все 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 спасибо и здесь на три кубика тогда надо ли их соединять я не знаю наверное надо и я сделаю я сделаю я ничего сейчас не могу сделать а у меня сразу открылась двухполосная дорога с односторонним движением видимо здесь ее надо было сделать я могу control z нажать нет не могу черт черт снести у нас есть экскаватор и все снесли теперь давайте дорогу на три кубика движение транспорта на таких дорогах будет происходить в том направлении в котором вы прокладываете дорогу я возможно не в ту сторону тяну да у меня здесь въезд не на я правильно я тяну отсюда пожалуйста камера я тяну отсюда на три кубика прямо вот а теперь отсюда и я не попадаю я мазила я не попадаю вот так отсюда сюда окей окей но у нас здесь тупик получается в конце и нам бы вот я думаю что это будет хороший вариант его как-то можно покрутить как тебе покрутить я прям уверена была что его можно покрутить а так нет ты не при не присобащишься так нам тут выскочила подсказка чтобы обеспечивать зоны зданиями и городскими службами необходимо прогладывать дороги как ни странно более широкие дорогие дороги позволяют перемещаться быстрее и большему количеству транспорта это помогает городским службам эффективнее выполнять свои задачи дороги с украшениями производят меньше шума с помощью клавиши page up page down вы можете строить надземные дороги и туннели проложите дорогу над водой чтобы построить мост чтобы изменить тип дороги воспользуйтесь инструментом улучшения выберите тип улучшения и щелкните на существующей дороге чтобы изменить направление трафика щелкните на дороге правой кнопкой мыши вы также можете снести часть шоссе при условии что все дороги в городе остаются соединены между собой отлично я не ошибка умелые водители я не шарю в дорогах и всякое такое поэтому я взяла одностороннее движение так как у нас здесь одностороннее движение мы отсюда приезжаем сюда уезжаем кто-то приехал а не хочу здесь жить и уехал отсюда а теперь возьму дорожку с двусторонным движением и отведу например сюда кусочек только теперь я хочу уже ровные ровные дороги ровные потому что я выбрала вот эти с искривлением чтобы построить вот такую загогулина и давайте сделаем ровную дорогу сюда или же нет будем двигаться в сторону воды потому что там нам проще будет работать с водой так вот ровную дорогу сюда достаточно широкую и потом сюда в эту сторону будем развивать у меня нет никакой тактики я ее не буду придерживаться так что у меня с деньгами что у меня с диками у меня еще есть деньги отлично дороги построены только они у меня не соединены но все равно теперь нам стоит назначить районы у меня будет жилые на районы конечно же и начну я с коммерческой зоны есть еще и промышленная зона сейчас посмотрим у нас просят жилья вот здесь три столбца которые отвечают за потребности нашего населения и я им дам вот например эти эти я им там жилья и здесь можно отпустить конечно паузу может кто-то приедет давайте наблюдаем наблюдаем может 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 вы к нам а может нет а вы а вы нет не хотите нет на может а вы сворачивай сворачивай за это никто не хочет у нас жить честно говоря я не знаю почему возможно потому что нет электричества и воды это это очень хорошее это очень хорошее объяснение почему у нас никто не хочет жить и так мне кажется что темные зоны это у нас посвечено где лучше всего будут работать наши ветряки смотрите электростанции позволяют производят электричество для любых нужд современного города электричество может передаваться между стоящими на подалеку зданиями а для передачи его на большие расстояния необходимо построить линии электропередач при размещении линии электропередач радиус доступности электричество групп зданий выделяется голубым цветом цветом соедините такие участки с линиями чтобы объединить хорошо все эти снабжения у нас уже кто-то въезжает я наверное поставлю вот здесь 2 и соединю линиями и электропередач вот эти два участка все у нас есть электричество юху также нам понадобится вода и не только вода нам надо посмотреть в какую сторону речка плывет речка плывет вот так вот вот так вот значит забирать воду мы будем здесь нам надо поставить водонасосную станцию витяном течение показали водонасосную станцию здесь поставить а вот например уже слив поставить вот здесь вот так вот но у наших этих штуковин нету электричество я наверное им поставлю отдельные нет это захватывается а у этой нет электричества хорошо на те электричество все ты тоже запитана и теперь нам надо трубы чтобы соединить да вот так вот прикрепляем тянем к городу покрываем все зоны города и как-то вот так наверное протянем замечательно и соединим еще в канализация замечательно прекрасно просто смотрите ребятки а чё вы ругаетесь у нас есть вода теперь у нас в равной степени и там просят чуть-чуть недовольны и так у нас про зоны говорят хорошо и давайте построим какую-то зону вот коммерческую например вот здесь и немножечко промышленных вот совсем малость вот здесь вот на въезде вот как то так у нас здесь вот если на баксики нажать смотрите у меня жители уже посчастливее стали если на баксики нажать у нас показывается панель экономики здесь вы можете управлять городскими налогами бюджетом и кредитами большую часть доходов город получает от налогов доход от налогов зависит от размера и уровня зданий в каждой зоне высокое налогообложение сделает людей менее счастливыми и может вынудить их уехать из города тогда у нас здесь минус вместо плюсика и счастливого человечка будет минус и несчастливый более высокий бюджет для служб позволит им действовать более эффективно но при этом на их работу будет расходоваться больше денег бюджет городских служб можно настраивать в отдель отдельно для дневного и ночного времени используя ползунки в обзоре бюджета вы можете брать кредиты в банках размер кредита и процентная ставка отличаются в разных банков кроме того существует ограничение по количеству одновременно взятых кредитов отличненько используйте информационные обзоры чтобы накладывать на карту различную специализованную информацию и лучше понимать устройство города я тут вижу что у меня вот этот район без электричества нет уже подсоединился замечательно хотя я вот эти провода я уже могу убрать потому что у нас районы и так соединились видите вот через это можно убрать потому что провода также кушают у нас денежку и значит вот у нас есть настройка для ночного и дневного я немножечко снижу для дневного вот на 69 процентов будет для дневного а ночью мы поменьше воды поставим например ну ночью же все спят да но электричество больше расходуется или еще меньше 560 здесь что-то вообще меняется нет чечет ничего не меня от 549 но пускай будет пускай будет экономик меня с меня еще тот и теперь у нас уже не минус 700 а минус 300 не выглядит все красивенько щелкайте курсором по зданиям автотехники и жителям города чтобы получить более подробную информацию но я не думаю что какой-то мэр прям вообще интересуется жизнью каждого его жителя а вот наши вот наши информационные значки вообще здесь куча информации которую надо бы держать все под руками можем посмотреть как у нас с электричеством как с водичкой дальше у нас еще не открылась водопрод счастье можно посмотреть чем бирюзовый тем счастье счастливее что вот этим не хватает я прям даже не знаю в каком состоянии здания информационное окно показывает что происходит с выбранным зданием наведя курсор на зеленый значок вы можете узнать количество жильцов или работников внутри сколько осталось до повышения уровня и что требуется для здания если созданием существует проблема она отображается на разноцветной панели прямо под его названием если проблем несколько наведите курсор на каждый значок чтобы узнать что не так и что необходимо сделать чтобы провести здание в порядок отлично у меня здесь без образования людей живут и вот этапы этапы прогресса нашего здания чтобы обновить это здание в городе должно что отстань в городе должно стать больше образованных жителей убедитесь что ваше образовательное учреждение могут принять всех желающих отлично мои жители желают школу вот же какие мы еще тут с минус они вышли а унижу школу желают также у нас есть вот зоны ветра трафик пока что у меня мало населения поэтому и с трафиком проблем нету здесь еще есть всяческие железные дороги порты и вообще все прекрасно прогладывайте дороги и располагайтесь зоны рядом чтобы до них могли добраться жители развивайте город чтобы открывать больше служб чтобы получить помощь щелкните по значку ok что наши жители хотят наши жители опять хотят немножечко немножечко собственно райончиков для жилья я к сожалению здесь снесу один вот так можно так можно же да электричество у нас распространится а водичку мы сейчас им проведем я прям даже не знаю так наверно вот так и вот так так чтобы поэкономней все с водичкой закончили а теперь просто распространяем житловые районы здесь 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 вот а здесь немножечко торговых чтобы им было куда ходить в магазин ну и работать конечно же и ждем пока сюда приедут человеки ведь к нам кто-то уже едет кто ты кто ты это фургон дезинфекции не интересно уйди а ты кто это седан энчур резиденс владелец эмо финч необразованный взрослый место работы мини супермаркет видите она даже где-то работает так у вас не хватает работников на заводах видимо надо работников получше но я еще ничего не могу построить мне надо чтобы город мой разросся у меня ни один из разделов зданий еще не открыт хорошо было бы конечно начать с образования и здравоохранения чтобы они у меня были образованы и не сильно умирали но все равно давайте подождем не ноточку немножечко немножечко и минуточку у меня превратилось одно слово но ничего и так прошло несколько суток игровых и видите у нее они уже не хотят жилья им не хватает места для работы поэтому местные и трейдеры и бизнесмены просят увеличить число производственных зданий отлично давайте проведем отсюда например мне тогда придется два здания снести не давайте тогда от не отсюда тоже два вот так одно здание мы сносим и сделаем здесь промышленный район здесь конечно у нас будут пробки но что поделать что поделать здесь сделаем промышленный район я надеюсь вам будет достаточно его и смотрим наблюдать смотрите как она быстренько растет вот это мне нравится больше всего ученые исследуют возможности использовать подсолнечное масло в качестве топлива окей окей дальше я не успела прочитать и собственно нашему району уже не хватает воды если с электричеством они могут справиться сами то с водой не могут если вот так вот наклоню то практически всех достану нет чуть-чуть вот в сторону отъедем а тогда вот так вот я покрываю вот весь район замечательно все у всех есть водичка все счастливы да видите все работают всем хорошо жители счастливы у нас доход уже в тысячах идет и он растет растет же растет это просто замечательно просто замечательно и нам надо просто дождаться пока наш город разовьется и нам дадут возможность строить уже какие-то здания что наш значок говорит помощь советником прогладывайте дороги и располагайте зоны рядом чтобы на них могли добраться мы уже это слышали спасибо ты будешь это повторять постоянно понятно вот у нас есть этапы смотрите у нас до следующего этапа буквально осталось сколько 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 совсем чуть-чуть открыто достижение поющие под дождем замечательно нам надо добраться до цифрки 440 жителей ждем юху мы развились теперь у нас наш статус деревушка у нас живет 440 людей и это прекрасно у нас открылись новые функции это налоги и кредиты новые службы отходы здравоохранения и образования и также появились новые здания это свалка начальная школа и поликлиника то чего я так ждала я достроила еще один райончик и у этого райончика нету воды давайте дадим ему водички совсем чуть-чуть надо конечно мое водное снабжение оставляет желать лучшего но ничего не могу с собой поделать вот такая я строительница строительница смотрим что у нас по энергоснабжению у нас пока что все хорошо ведь и мы находимся в зеленой зоне то есть когда наши ветряки перестанут справляться у нас еще подключился вот этот ветряк он работает тоже на город когда наши ветряки перестанут справляться у нас спустится вот в эту зону так что мы сейчас спокойно можем снизить расходы на не на воду на электричество можем вот так вот давайте сделаем и посмотрим что у нас сменилось у нас ничего не сменилось к сожалению можно еще снизить расходы на электричество смотрим теперь никто не до камера пожалуйста никто не ругается но мы уже в желтой зоне желтой зоне пускай пока что будет пускай у нас денежка идет в плюс потому что сейчас я хочу разместить во первых я хочу разместить свалку наверное ее я буду размещать в промышленной зоне и она будет вот здесь у меня хорошо некоторые здания несчастливы но ничего с этим не могу поделать также у нас просят поликлинику я могу и себе позволить могу 10000 поликлиника поставлю здесь здание еще не достроилась и она покрыла весь район также я хочу построить школу школу можно построить даже где-то вот здесь чтобы всем было удобно добираться пока что у меня нет общественного транспорта так что будет будут как-то так жить прокладывайте да знаю я про прокладывание дорог давайте сверимся что у нас о электричество видите упало уже так что возвращаемся сюда и вытягиваем его чуть-чуть вот так вот и проверяем вот так вот в желтой зоне нормально находиться мы тогда и в плюсе по денежкам и все счастливы все хорошо у нас дальше растет население и здесь можно посмотреть наш прогресс крупный поселок следующее количество населения это у нас 900 и мы стремительно к нему приближаемся ну что ж вернусь к вам когда буду уже там ой смотрите у меня уровень здания повышен если вы обеспечиваете образование хорошую работу городских служб а земля имеет высокую ценность то здание соответствующей зоне может быть улучшены до более высокого уровня высокоуровневые здания приносят больше доход от налогов и способны вместить больше людей или предоставлять предоставить больше рабочих мест промышленное здание более высокого уровня производит меньше загрязнений замечательно просто замечательно еще бы я знала какое здание повысилась было бы просто прекрасно сейчас попробует приблизиться и поискать здание которое повысилось возможно какой-то из этих нет первый уровень вот нет эту в процессе повышения это тоже в процессе повышения кто же из вас повысился то даже не знаю сейчас поищем вот только что при мне повысилось здание я прям видела как она перестроилась теперь она второго уровня она стала более красивым сейчас попробую еще к нему приблизиться и эти флешка не умеет в камеру называется но ничего теперь здесь живет больше народу сколько ты вмещаешь человек в общей сложности нельзя есть без образования с образованием то есть 85 13 человек в одном здании живет это прекрасно но мы продолжаем развиваться и так крупный поселок отлично отлично у нас открылись новые области то есть мы можем купить еще одну одну часть земли вот в отличие от sim city до где вам просто выдавали участок все вы не можете развиться дальше здесь можно докупать участки вы можете построить такой мегаполис о котором только мечтали у нас есть новые функции это районы то есть можно определять политику налогообложения отдельным районом то есть очень тонко можно настраивать у нас есть политики у нас есть второй кредит специализация районов и сфера услуг дальше пожарная служба полиция и уникальные сооружения наконец-то у нас есть новые промышленные специализации можно лесное хозяйство или сельское хозяйство новые политики относительно экономии энергии экономии воды установка датчиков дыма что снизит у нас риски пожар случае пожаров и также новые здания от полицейский участок и пожарная пожарное депо кстати следующий уровень не так далеко буквально надо добрать еще каких-то там 500 жителей это не так уж много ну чтож ну чтож я достроила еще район у меня все получается такое знаете очень и здесь можно соединить вот так вот пускай будет у меня здесь жители стали недовольны и но мы сейчас им здесь магазинчиков ты к ним конечно районы у магазинов будут не очень счастливые и у меня здесь водички не хватает буквально самую капелюсечку вот так вот хорошо мы все еще в плюсе для меня это огромный прогресс так сказать и я могу еще коммерческих районов вот здесь сбацать и какое у меня специальное здание у меня есть статуя свободы но они все так просто во первых она кушает видите 3 200 в неделю доступ к уникальным сооружением открывается раз за различные достижения в игре как положительного таки отрицательного характера уникальное сооружение привлекает в город туристов в один момент времени в городе может быть построена только одна единица каждого уникального сооружения однажды разблокировал уникальное сооружение вы можете использовать его и в других игровых городах как только выполните условия соответствующего этапа выработка ремонтной машины что она дает загрязнения шум и я не понимаю статуи свободы привлекает множество туристов благодаря своему великолепию она знаменита на весь мир но она нам еще не открылась также мы можем построить пожарный участок я думаю что я его спасу и где-то здесь или же даже здесь почему он не покрывает вот эту часть я не понимаю ответе вроде бы покрывает а вроде бы и нет давайте посмотрим на нашу ситуацию шум загрязнения а где же пожары где же пожары и также нам надо полицейский участок от нас вроде бы все хорошо у нас очень низкий уровень преступности но все равно давайте сделаем вот так вот и у нас упала энергия надо бы знаете что надо бы денежек подкинуть вот еще чуть-чуть пока что не надо достраивать потому что мы все еще справляемся нет еще мало давайте еще таки нем денежек мы все еще в плюсе да ну перескакивая он не перескакивает хорошо больше денежек или или здесь деньгами уже не поможешь а надо достраивать ветряки возможно возможно вот видите у меня уже 100 нет я думаю что оставим на 100 процентов пока что вернем на сто процентов больше денег давать не будем но зато построим еще что то что будет генерировать у нас энергию построим еще один ветряк и наверное его поставлю здесь здесь тоже хорошая хороший ветер это немножечко опечалит наших жителей потому что ветрогенераторы они шумят но все же но все же мне дальше проблемы с энергией смотрите уже как бы в желт а все уже в желтом этом но все равно мне мало энергии вот засада у нас еще есть угольная электростанция но мне они не очень нравятся я лучше бы терпела на ветрогенераторах и потом уже перешла на улучшенную установку она нам откроется уже на этапе когда население будет 2 400 так что я поставлю еще один ветрогенератор как бы по ветру это у меня здесь и здесь все она сразу соединились соединилась с городом моя заговаривается и мы вышли в зеленый участок хорошо все есть у нас электричество зато у нас не справляется мусорка хотя нет она вроде бы справляется видимо машины не справляются что у нас с трафиком происходит с трафиком тоже еще все терпимо но это маленький городок это вообще не показатель и пожарная безопасность видите здесь все плохо сюда они могут даже не доехать вот здесь все крайне плохо так что давайте возьмем еще дорогу отведем ее наверное сюда и поставим еще одну пожарную станцию которая будет отвечать исключительно за вот этих ребят видимо для примышленного района нужна своя пожарная станция я не знаю почему вот эти несчастливы потому что к ним сюда просто не доезжают я так поняла да давайте им сделаем дорожку и при этом я снесла несколько зданий прекрасно сюда просто не доезжают я их просто снесу если вы несчастливы то до свидания зачем нам несчастливые люди правда я тоже так думаю город растет все у нас отлично и они дальше просят жилые районы в сторону конечно ветряков двигаться не хочется сюда у меня все очень косо вот так сделаем и здесь соединим и наверное вот здесь еще проложу одну дорожку вот как то так и сделаем здесь много жилых районов живите люди дорогие вот как то так это я наверное зря но все же пускай будет у нас есть еще природные ресурсы у нас есть природные ресурсы это дерево здесь у нас плодородные земли сельским хозяйством здесь заниматься не выгодно разве что дерево обработка и руды у меня здесь нет отдалим карту посмотрим что же есть что же есть здесь есть кажется уголь или нефть а здесь у нас руды возле горы и здесь у нас руды то есть если вы хотите покупать участки или хотите каким-то определенным видом деятельности заниматься то смотрите по карте где собственно находится то вку то вкусненькое чтобы вы хотели чем бы вы хотели заняться и так что просят наши жители как у нас с образованием вот здесь как бы все нормалек а вот здесь уже похуже потому что школа уже сюда не достает и наверное возьмем и поставим вот здесь еще одну школу и я кажется с водоснабжением налажала опять конечно у нас кончились деньги я поставила школу у нас кончились деньги замечательно надо подождать сутки можно ускорить это понятно это кажется логично ускоряем мы кажется а 1400 в плюс но как-то этот плюс не сильно заметен ей маленький городок у нас открылись новые функции мы можем заниматься уже рельефом у нас есть парки и площадки второе уникальное сооружение новые политики запрет домашних животных запрет курения кстати запрет домашних животных повышает стоимость жилья вот устали смотреть под ноги чтобы не наступить на чьи-нибудь эксперименты запрет домашних животных поможет решить эту проблему но помните о поговорке стрелять по воробьям из пушки небольшое снижение накопления мусора небольшое уменьшение горожан она даже не так я думала что это влияет на стоимость и вот запрет курения подарки подарки парки и оздоровительные зоны школы то есть университета у нас есть дорожки новые дорожки это дорожка из гравия тротуар велосипедная дорожка и также открылись каналы новые здания то есть всяческие эти парки высшая школа и тематический парк мэджика тематический парк мэджика смотрите как прекрасно и все теперь у нас все с водой замечательно вот у нас все счастливы на предмет воды так что я бы могла вообще водичку немножечко вот так вот сделать и канализация у нас все хорошо давайте немножечко украсим наш город зайдем сюда в озеленение у нас есть различные парки которые которые кушают электричество и так далее но они улучшают цену района смотрите японский садик не очень нравится стоимость 2 500 и я наверное его сделаю и поставлю вот здесь например или даже вот здесь эти район сразу такой класс красота красота это очень большой вот маленький давайте вот здесь поставим здесь бы дорожку вот сюда бы такие маленькие дорожки сейчас где наши маленькие дорожки вот двухполосная гравийная дорога которая будет вести исключительно в парк и здесь мы разместим другие парки есть ухты есть вот площадка парадокс плаза ее мне дали за то что я залогинилась под своим парадокс аккаунтом почему-то я не могу гравийной дорожки прицепить парк к сожалению до 4 окей гравийная дорожка уходи значит нам нужна нормальная дорожка вот здесь проведем нормальную дорожку вот так вот и постараемся здесь что это у меня включается от меня счастье включается видите я нализаю на дома и это плохо значит сделаем так вот так вот когда здесь парк он здесь не помещается почему вот сюда нельзя парк вот сюда прям прицепить если я сделала так это не очень хорошая идея ай а ну давайте попробуем под углом и я взяла и все снесла вот так а вот так нет я не буду вас сносить я вас снесла отлично я надеюсь в этом опять засели здесь прошу прощения но вот смотрите вау и вам счастье подвалила здесь часть здесь еще совсем маленького смотрите какое огромное вот этот маленький но все равно здесь не помещается также наверное сделаю вот здесь дорожку снесу одно здание делаю дорожку вот так и размещу здесь парк о помещается даже ничего сносить не надо и японский садик в эту сторону и сразу все такие счастливые смотрите как у меня счастье поперла то пока здесь не заселились можно что-то большое фигачнуть давайте сюда большой парк и район такой сразу в упуп 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 но не надо переусердствует потому что парки жрут конечно же парки жрут вашу денежку вот так вот на мое удивление мы уже на каком этапе на этапе развивающийся городок и я все еще в плюсе это мне крайне не свойственно на что вы ругаетесь что вам не хватает очень очень увлекательная игрушка как видите я обычно играм по списку уделяю буквально минуток 20-30 а здесь уже 40 минут и оторваться не могу при том что я уходил на закадровую ожидай q игра великолепная не буду сдерживать свои эмоции она просто прекрасна она визуально приятно она многогранная она достаточно сложная она интересная с различными пасхалками она очень прикольная для тех же стримов потому что вот буквально все объекты которые у вас есть на карте можно переименовывать так как вам нравится можно чудить с дорогами можно чудить с районами настраивать свою политику в общем возможности вас здесь практически не ограничены она хорошо реализированная как по мне потому что даже на старая моя машинка я нашла отлично она просто великолепно у меня больше нету слов так что я крайне рекомендую всем любителям вот градостроительных симуляторов кто-то шутит и говорит что это симулятор строения дорог до на дороге здесь обращают очень большое внимание но поймите в каждом городе дороги это огромная проблема если вы неправильно вот эти соединения построили то и город ваш будет функционировать не очень поэтому надо быть умным градостроителям обращать внимание на всяческие нюансы особенно если вы водитель мне кажется что вам будет намного проще и не знаю скорее всего спустя год уже есть множество гайдов потому как правильно строить дороги и как добиться успеха в этой замечательной игрушки а на этом все пишите нравится ли вам градостроительные игры и не знаю нравится ли вам именно это из двух вот например sim city и city skylines коту какую вы выбрали честно говоря по цене я бы выбрала скидь city skylines потому что ну цена-качество без без комментариев на этом все с вами была флешка это были женские игры и наша рубрика по списку всем пока пока